Приветствую вас, Анна. Давайте подумаем вот о чем. У вас есть парень. Хороший парень. Который, как вы говорите, значит, что хорошо, не ругаемся почти. Довольно интересно, что вы сами сказали, что почти не ругаетесь. То есть, вероятно, вопрос о конфликтах имеет какое-то значение. Ну, я так, по крайней мере, думаю, да, я не уверен. Но мне так кажется, что вопрос о конфликтах какое-то значение имеет. Если ссоры – периодическое явление в ваших отношениях, не только с этим парнем, но и вообще, то имеет смысл рассмотреть и разобрать то, какой вклад в конфликт вы сами вносите. Именно вы, не кто-то другой, а именно вы. Это ваш вклад. Потому что, если конфликтуете вы сами, вот, и если вы, условно говоря, вносите какой-то вклад в конфликт, то нужно это разбирать, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что в конфликте, помимо, условно говоря, вашего партнера, который тоже, безусловно вносит свой вклад в конфликтную ситуацию. Есть еще и вы. И вы тоже, тоже вносите свой вклад тоже в конфликтную ситуацию. Вот. И, соответственно, если вы научитесь за собой это заменчать, если вы научитесь за собой, ну, это фиксировать, вот, то конфликта будет меньше. И вы уже не будете так, вот, однозначно ссориться. Так вот, давайте подумаем вот о чем. Человек, хороший человек, который, вроде как, значит, во всем, ну, в целом неплохой. Да? Вот. Он, значит, напрягает вас только тем, что периодически выпивает. И когда он выпивает, начинает вести себя достаточно, ну, достаточно негативно, да, достаточно агрессивно. Вот. И, как бы, он, эээ, потом, вроде как, извиняется за то, что дело, вроде как, он потом извиняется. Но, эээ, ничего не меняется в том смысле, что он, эээ, последнему, эээ, продолжает это делать. Вот. И вы не знаете, как вам в этой, эээ, ситуации, условно говоря, поступать. То ли его прощать, то ли нет. Я могу вам, эээ, сказать следующее. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что мотивирует вас сомневаться. И спросите себя честно, вы сомневаетесь, потому ли, что не хотите человеку расставаться? Нет ли здесь каких-то еще моментов и фактов, которые могли бы влиять на ваше поведение и на принятие решений? Это очень важно, чтобы вы для себя этот момент, эээ, выявили. Человек, эээ, откровенно, эээ, ну, вам бредит. Человек откровенно, эээ, проследует свою поведение. Человек откровенно не хочет меняться, видя, что вам, эээ, там, ээээ, условно говоря, эээ, тяжело. Вот. И тем не менее, вы, эээ, сомневаетесь, быть ли вам с ним или нет. То есть, эта, ээээ, позиция, эта позиция, она, вот как вы думаете, ээээ, с чем связана вот эта позиция? Ну, просто вот, ээээ, просто вот, ээээ, просто вот, ээээ, сами, как, эээ, спать. Как вы думаете, сами? А вот, это то, на что вам нужно обратить свое внимание, на мой взгляд. Если выяснится, что чего-то вы боитесь, если выяснится, то с этим и нужно работать, если выяснится, что вы чего-то боитесь. Если выяснится, что вы думаете, что я никого не встречу, кроме этого молодого человека, что никто со мной больше не будет отношения, кроме этого молодого человека. Это ваш страх, страх остаться одной. Как вы понимаете, это делает вас зависимым. А поскольку мужчина, скорее всего, зависим от алкоголя, то и вы являетесь созависимым партнером. Тем, тем, мол, созависимости можно изучить в интернете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Будем надеяться на обратную связь. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok